15 октября старт отопительного сезона. К подаче тепла все готово. На склад пятой котельной уже поставлено 20 тысяч тонн новошахтинского бурого угля и 7 тысяч каменного из Сибири. Этого хватит, чтобы начать отопительный сезон. А поскольку Уссуриск расширяется и теплоснабжение требуется больше, до старта сезона завезут еще 20 тысяч тонн бурого угля. Это полуторамесячный запас. Котельная номер 5 отапливает больше половины Уссуриска. На весь сезон уходит 150 тысяч тонн твердого топлива. Причем в топку должен поступать только бурый уголь. Печи и котлы рассчитаны исключительно на него. Каменное топливо уйдет в другие котельные округа. У нас он спроектировано сжигание набуры и угли. Значит топки стоят НТКСовские, которые сжигают в низкотемпературном кипящем слое. А этот слой необходим для того, чтобы именно температура внутри топки была до 900 градусов. Можно немножко выше, но 900 градусов. Если подать туда ошибочно, скажем так, высококалорийный уголь, значит у нас будет спекание слоя и выход котла из строя. А чтобы его запустить нужно не менее 12 часов. Мазутные котельные тоже готовы греть у сурийцев. Постепенно их переводят на уголь. Но пока в нашем округе из 49 котельных 9 работают на жидком топливе. На настоящий момент у нас уже на складах находится более 2000 тонн мазута. И к 15 октября 4000 тонн будет накоплено. Что также является достаточным запасом для начала топительного сезона. Для жителей частного сектора тоже запасов угля достаточно. Топливо снабжающее предприятие Уссурийска готово помочь приморцам, которые пострадали от тайфуна Лайнрок и другим нуждающимся людям. Мы работаем с многодетной семьей, с тем, кто приносит нам справки, какие-то либо документы, которые удостоверяют их статус, в котором находится человек, либо ветераны, что-то еще там кто-то. Все они, естественно, получают годы, скидки. Мы работаем с ними. В межсезонье в Уссурийских котельных установили 16 новых котлов. Две мазутные закрыли. Всю нагрузку с них перевели на пятую, которая в перспективе перейдет с угольного топлива на газовое. Но сроки будут зависеть от скорости работы газовщиков.